В 8 часов 4 минуты в Москве. Меня зовут Михаил Гуревич. И как я вам и обещал, нет ничего вечного под луной. С сегодняшнего дня программа «Блокпост» переименовывается. Не секрет, что большинство моих гостей все же больше пишут в Фейсбуке. И поэтому как-то мы подумали с руководством радиостанции и решили, что «Блок» и «Пост» — это что-то такое устаревшее. ЖЖ, знаете ли, блоги. А в Фейсбуке все же статусы. Поэтому сегодня будет первое обновление статуса. И дальше статусы будут продолжаться каждый понедельник в 8 часов вечера. Телефон в студии 651099,6. Код города неизменный. 495. И в гостях у меня Дмитрий Мендрилюк, глава издательского дома компьютера. Добрый вечер, Дима. Добрый вечер. Ну, мы здесь по-свойски, как в интернете. Поэтому Дима, Миша и вперед. А я, как уже в прошлой программе я делал, делаю такое обновление статуса своего. Теперь это уже обновление статуса, а не аудиоколонка. И сегодня так получилось, что, видимо, их будет две. Потому что буквально сегодня произошла трагедия, которую, я думаю, мы должны немножко обсудить. И давайте вообще-то начнем с того, что действительно помянем как-то погибших двоих, учителя географии в школе 263 и полицейского Андрей Кириллов скончался. И скончался полицейский Сергей Бушуев. Бушуев был 38 лет, у него осталась семья и дочь, которой 15 лет. А Андрей Кириллов, ему было всего 30 лет. Что я хочу сказать по этому поводу. То есть мы можем долго говорить, почему это случилось, что нужно сделать, чтобы это не повторилось. Но благодаря тому, что Дима, глава здательского дома, и, в общем-то, про журналистику знает как минимум не меньше, чем я, а то, в общем-то, и намного больше, я хотел бы говорить о журналистском аспекте этой трагедии. Комсомольская правда сегодня у себя на передовице опубликовала статью об убийстве учителя географии его родные узнали от комсомолки. Большая фотография погибшего учителя и далее по тексту приводится, видимо, прямая речь, которая, наверное, имеется в записи. — Здравствуйте, Елена, извините, но вы ведь в курсе, что произошло с вашим братом Андреем? — Нет. — А что такое случилось? — насторожилась Елена Гусева. — Простите, Андрей сегодня днем застрелил ученик. — Мне очень жаль. — Нет, вы врете, вы все врете, этого не может быть, Господи. — Вот такая вот журналистская находка, такой вот журналистская подача и материал. Лично мое мнение, что вместо того, чтобы говорить о дожде, о морали журналистов, о всем остальном, я бы на месте депутатов Государственной Думы хотя бы начал с того, что принял закон о том, что сообщать родственникам и близким погибших, особенно в таких делах, могут или сами другие близкие, выжившие, например, или специальные службы, потому что это и есть надругательство над погибшими людьми. Дим, вот просто я не очень представляю, как вот журналист себе может такое позволить. — Ну, я тоже не очень представляю. Мне кажется, это вот есть во всем мире такие специальные здания, они такие мусорные, которые, ну, все знают, что они не брезгуют ничем, не стесняются ничего, они залезают там в постель умирающему, они могут там, нет преград, они на этом живут, рекламодателей у них нет, они продаются такой на дешевую бумагу, ну, собственно, желтая такая пресса. Мне кажется, пора уже как-то вот просто ограничивать и маркировать как бы такую прессу. — 18 плюс такой, да, и в целлофане продавать. — Это же, да, в целлофане возможно продавать, я не знаю, как-то ограничивать места их продажи, то есть как вот, ну, продают порно-журналы, да, там, они не запрещены, они, их можно купить, но как бы они ограничены, там, и доступ к ним ограничен, человек должен специально захотеть, иметь потребность читать такую, ну, порно-журналы. — Для меня это отдельная просто боль, потому что комсомолка была первым местом моей работы когда-то в конце 80-х, и я помню, как мы гордились тем, что вот у наших конкурентов, у московского комсомольца вышла статья с заголовком из трёх букв матерным, теперь это уже нельзя по закону, тогда можно было, а у нас такого никогда быть не может. Ну, потом я уже видел и обнажённых женщин на передавице, а вот теперь такая обнажённая мораль. — Для меня проблема в том, что, там, условно говоря, само по себе вот воспроизведение диалога с женой убитого, непонятно для чего, непонятно как бы смысл, да, это сестра погибшего, она ничего не добавляет в информационном плане, она показывает, там, журналисты показывают, какие мы крутые. Но это не самая большая проблема. Самая большая проблема для меня, что вот такими маленькими шажками в подсознании у большинства читателей, да, слушателей, там, комсомолки, не знаю, других изданий размываются некие моральные барьеры. Ну, вот, вот, вчера ещё казалось, что это нельзя людям, которые не очень склонны, там, анализировать, там, самим для себя устанавливать такие барьеры. Вот они прочитали такое сегодня, у них там граница отодвинулась, такой движок, рычажок. — Теперь это можно. — Теперь можно, как бы, да, теперь вот можно. — А потом убийца следующий будет звонить семье пострадавших и тоже сообщать с участием журналистов, например. — Почему нет, как бы, да, вот люди там скажут, ну, вот, комсомолки можно и мне можно. То есть завтра ещё что-то отодвинется. Это вот, то есть, не знаю, надо... Причём это законодательно, это непонятно, как менять. — Ну, вот, я, кстати, против законов. — Это не законодательная проблема. — Я вообще против законов, я считаю, что проблема никогда не в законах, а в правоприменении. — Если законы попробуют на эту тему сделать, выйдет, скорее всего, плохо. — Знаешь, есть очень хороший пример, почему правоприменение важнее законов. Например, Библия. Вот, Библия, она единая для всех христиан. Но у нас есть православные, есть католики, есть протестанты. Вот у нас есть совершенно три разных правоприменения этого основного закона, и мы видим, что закон-то чёрт с ним, а вот правоприменение определяет куда больше. Но всё же... А что... Вот нельзя принять закон, например, именно для таких ситуаций, что о смерти погибшего сообщает специальная служба. Не должны сообщать журналисты родственникам пострадавших об этом. — Да нет, я не вижу проблемы в сообщении родственникам погибшего, журналистам. Ну, журналисты же не знали, как бы, да, на самом деле. Здесь проблема не в том, что они сообщили, здесь проблема в некой браваде. — Ну да, тоже согласен. — Как это мы сообщили. — И заметь, вот в последние месяцы идёт вот на эту тему очень много достаточно каких-то, да, шажков таких, которые там раз за разом отодвигают вот какую-то... То есть людям невозможно становится сориентироваться. А журналисты, в общем, тоже люди, у них как бы откуда возьмётся другие критерии. Они живут в тех же семьях, вырастают, они в... — Инопланетян у нас ни в прессе, ни во власти нету. — Да, поэтому нужно придумать какую-то... Какую-то моральную границу, как это там вот самоостанавливаться во всём этом. — Ещё один вопрос, связанный с трагедией, я действительно не понял, может быть, ты мне объяснишь. Президент России Владимир Путин связал стрельбу и захват заложников в московской школе номер 263 с тем, что у подростков нет художественного вкуса, а детей не учат понимать искусство, сообщает Интерфакс. Надо воспитывать новое поколение зрителей с хорошим художественным вкусом, умеющих понимать и ценить театральное, драматическое, музыкальное искусство. И если бы у нас это делалось должным образом, то, может быть, и трагедии подобной не было бы. Улучшить ситуацию с художественным воспитанием детей, сказал Путин, сообщает Интерфакс, можно при помощи эффективных механизмов поддержки вроде тех, что появились созданием фонда кино. Фонд кино финансировал в частности фильмы «Легенда номер 17», «Елки 3» и «Сталинград». Я отказывался комментировать, потому что я вообще не понимаю связи между художественным вкусом, моралью, воспитанием и прочим. Есть высокоморальные воспитанные люди, которые не обладают ни малейшим художественным вкусом, и ничего там страшного нет. Не так давно, кстати, давайте не забывать, что Дмитрий у нас специалист не только в издательском деле, но и в всем, что касается компьютерных технологий, гаджетов и так далее. Недавно, кстати, обсуждалось спонсирование государством оплаты или финансирование государством создания патриотических компьютерных игр. И наоборот, возможный даже запрет непатриотических компьютерных игр. Может быть, действительно, если не будет этих стрелялок, как очень многие, кстати, депутаты хотят, может это как-то изменится, изменит ситуацию? Да нет, конечно, не изменится. То есть, не думаю, что это вообще как-то связано. Если человек, если, ну не знаю, есть куча неблагополучных, скажем так, есть преступников масса, да, которые никогда в жизни не играли ни в какие компьютерные игры, но выросли в семье, где родители бьют друг друга, где родители там сидят за решеткой, где в семье насилие и так далее. Ну, какая-то, если мы его заставим играть не в битву танков или в какую-то стрелялку, а там, где ромашки, лунтики и прочие, как бы детские развлекухи, ничего не изменится. Ну, ничего не изменится. То есть, у меня, не знаю, я никогда ребенку не запрещал играть в игрушки. Но при этом как-то, надеюсь, у меня не возникнет желания стрелять в собственных учителей. Я думаю, что это там в списке как бы причин, откуда рождается насилие, это там 25-я по счету. Она, несомненно, влияет как-то там, кровожадные стрелялки. Есть масса научных исследований на эту тему, которые не могут найти вот прямой связи. Эта тема, она же на Западе гораздо раньше, чем у нас начала подниматься. И гораздо шире присутствует. И гораздо шире присутствует, и все время пытаются куча исследователей найти, собственно, такие вот там доказанные связи между тем, что вот люди в кровожадные игры играют, а потом идут и расстреливают. Честно, если сказать, вот мое мнение, наоборот, это сублимация. Я считаю, что интернет сегодня спасает. То есть, все эти развратники, извращенцы и прочие педофилы, ну, конечно, есть какие-то активные, которых надо сажать, наказывать, судить. Есть люди с этими всякого рода склонностями, скажем так, на среднем уровне, и я надеюсь, что они сублимируют онлайн. Я понимаю, их очень много. Да. И они сублимируют онлайн, и там же и остаются. Так что тут действительно спорный вопрос. Что ж, переходим к главной все же теме, которая готовилась до того, как случилась сегодняшняя трагедия в школе. Мы в программе вообще поговорим, помимо дождя, о котором прямо сейчас, поговорим о Майдане с точки зрения технологий, об Олимпиаде с точки зрения песен, о границах абсурда, об экономике и о стартапах России, и даже немножечко, если останется время, займемся технофутуризмом. Но это все в продолжении, а пока о дожде, и вот мое вам обновление статуса. Я решил не готовить что-то такое специальное, потому как я очень рад, что вообще тема дождя, которая случилась в прошлое воскресенье, мы ее не коснулись на прошлой программе, потому как она только начиналась, и наверняка, если бы мы о ней поговорили, звучала бы она крайне глупо и крайне несвоевременно. А моей первой реакцией, кстати, тоже была глупость и некорректность. Это когда вас, знаете, в лоб что-то спрашивают, а вот что вы думаете про, ну, про что-нибудь этакое, и вы выдаете в ответ такую же банальную общечеловеческую ценность. А потом я немного изучил вопрос, самую малость, но, как оказалось, судя по дискуссии общественной, в разы больше, чем 99% обсуждающих. Поэтому позвольте, вместо какого-то такого статуса я вам просто расскажу, а что было. Вы наверняка узнаете много нового. Итак, начнем издалека. Главный редактор «Эхо Москвы», конкурирующий с нами радиостанцией Алексей Венедиктов, на самом деле учитель истории. И в руководстве этой радиостанции очень много других всякого рода историков, учителей истории или любителей истории. И Виталий Дымарский, известный журналист, тоже увлекается историей. Увлекается настолько, что на паях с Венедиктовым и не знаю там кем еще, сделал прекрасный, на самом деле, исторический, этакий поп-хистори-журнал «Дилетант». Одновременно с этим Дымарский давным-давно ведет на эхе одну из самых интересных исторических программ про Вторую мировую войну, называется «Цена победы». Каждую неделю в гостях какой-нибудь новый историк, они говорят про литературный аспект Холокоста или действия антигитлеровской коалиции в Африке против генерала Ромеля. Но большую часть этого многолетнего цикла, конечно, про Великую Отечественную войну. И вот в рамках продвижения журнала они решили делать на «Дожде» на телеканале такую же еженедельную программу и приглашать туда гостей говорить про историю. В позапрошлой программе был, кстати, историк и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, знал бы вообще он раньше. А в этот раз был писатель Виктор Ерофеев, и говорили они про человеческий аспект блокады по разным воспоминаниям и документам. Зашла речь о том, что среди жителей блокадного Питера осенью 41-го были сильные ожидания прихода немцев. Информации о поведении немцев еще не было, а та, что была, она была устаревшей времен Первой мировой. Я, например, точно знаю, что многие евреи на Украине тоже ждали немцев, пометуя, что в Первую мировую они были переводчиками. Так как идешь куда ближе русского к немецкому, поэтому они были такие преливигированные. Так что разговоры и мысли об этом действительно были и в дневниках, и даже в документах. Красная Армия наверняка тоже имела аналитические записки, а что будет, если? И вопросом этим неоднократно задавались и историки, писатели, и очевидцы. И вот Дымарский с Ерофеевым говорят об этом с болью достаточно, с пониманием. И Татьяна Арнос, ведущая, от дождя задает вопрос. Трам-тарарам, вот тот самый вопрос, а стоило ли оставить Питера и тем самым сдать его врагу и тем самым спасти жизни. И дальше говорят. Я уже вторую часть и третью часть часовой передачи не смотрел, но вопрос недели уже случился, главное произошло. А дальше вопрос был вывешен на сайт и пошел в Твиттер. Сразу появились возмущенные ретвиты блогеров типа Кристины Потупчик. И через 20 минут появился пост руководителя веб-сайта Дождя Ильи Клишина. Он извинился, принес извинения всем, кого задел опрос портала по поводу блокады Ленинграда. Такое вот извинение за некорректность. Опрос сразу убрали отовсюду. И, собственно говоря, поэтому 54%, которые якобы выступили за оставление города, тоже такая... Вообще этот опрос нерепрезентативен. А уж 20 минут, извините, на Дожде вечером воскресенья совсем не о том. Говорят, что первый гневный ретвит был от постоянного телезрителя Газманова. Такая странность. Вот, собственно говоря, после этого пошла волна ретвитов таких возмущенной общественности, корявые извинения главного редактора Цыгаря и, соответственно, Синдеевой. После этого, после этой волны извинений стала нарастать и волна обвинений. Самый интересный момент, конечно, который сопровождал эту историю, ну, не знаю уж прямо или косвенно, он произошел буквально во вторник, если я не ошибаюсь. Дело в том, что, как выяснилось, вся эта история совпала с переговорами телеканала «Дождь» с компанией «Акада» о том, как платить и кто кому должен платить за вещание телеканала в кабеле. Вот все подробности мы продолжим во второй части программы. Оставайтесь с нами. Это статус. Не уходите никуда. Программа «Статус» на Финам.ФМ. Меня зовут Михаил Гуревич. Да-да, это уже не блокпост, а мой статус. У меня в гостях Дмитрий Мендрелюк, глава издательского дома компьютера. Еще раз здравствуйте, Дим. Позволь я буквально в двух словах закончу вот этот рассказ про то, что случилось в ситуации с дождем. Напомню лишь, что телефоны в студии 6510-996, код города 495. Звоните, может быть, мы вас примем, пока у нас очень богатый внутренний мир, нам есть о чем поговорить, так что внимательно слушайте. Так вот, идут переговоры между дождем и «Акада». Надо признать, что «Акада» был первым кабельщиком, который включил дождь в свой пакет в 2009 году, когда «Акада». Сделал он это абсолютно бесплатно. Я, кстати, допускаю, что именно так оно и было, и злые языки утверждают, что были звонки из центра Москвы, скажем так, центра Москвы. Так что это так, знаете, условно бесплатно, потому что когда вам звонят, говорят, ну, включи, пожалуйста, то, конечно, денег тут нету, но есть же респект, уважуха и все остальное. Кстати, говорят, что по тем же звонкам там не с того кабинета, а с какого-то другого, из другой, видимо, части центра Москвы «Акада» отрубал дождь, потом врубал обратно, все это неважно. Важно, что дождь решил перейти в высшую лигу и самому взымать определенную сумму с операторов. Начал он это делать с региональных операторов, в регионах стали платить. Дальше он не договорился с МТС. И вот это случилась история с отключением дождя на МТС, но действительно чисто такая финансовая история, и никто не был ни на кого в обиде. И тут он пришел к «Акада». И так получилось, что, насколько я понимаю, это совпало с некей большой конференцией кабельщиков и чуть ли не заседанием правления Ассоциации кабельного телевидения России, чей глава Юрий Припачкин, ну так уж, извините, я вот немножко тут простыл, одновременно представитель Совета Директоров Акада. И в рамках переговоров вдруг Юрий Припачкин обращается к другим коллегам по рынку и, ссылаясь движимой таким своим гражданским долгом, призывает всех отключить дождь из-за вот этого вопроса. Некорректного, ужасного, антигуманного, непатриотичного. А по-человечески, кстати, его поддерживает даже пресс-секретарь президента Песков, соглашаясь, что случаи с вопросом, ну, просто омерзительные. Хотя, кстати, надо признать, что Песков ничего не говорил об отключении. И Роскомнадзор тоже сказал, что кейса нету, в общем-то, даже предупреждение вынести не за что. Ну и операторы, в общем-то, начинают отключать НТВ, отключать дождь. НТВ, кстати, вот так и пишет, что в связи с кощунством вопроса, а кто-то говорит там невнятно, знаете, бу-бу-ли-бу, типа вот их спрашивают журналисты, а что вы отключили? А он говорит, а мы блюм-дум, вот так вот получилось. Вот, собственно говоря, вся фактология. От себя я хотел бы добавить только пару моментов, что в рамках этой истории случилось два интересных момента, еще дополнительных. В рамках акции солидарности с дождем девятый канал израильского телевидения спросил своих телезрителей, считаете ли вы, что европейские евреи сами спровоцировали Холокост? 91% телезрителей ответили нет, 9% да. И еще одна новость. Дизайнеры Лебедева сообщает Ньюсруком, чья студия разработала схему метро Москвы, могут отвадить от городских заказов за нелюбовь ко Дню Победы. Такая вот новость передо мной. Ну и прежде чем я буду свои выводы тоже делать, я хотел бы услышать, Дим, твое мнение относительно всей этой истории. Ну, я бы разделил, конечно, тут на две части всю историю. Там история с самим опросом и история с реакцией на опрос. Потому что история, ну, конечно, это ошибка, с моей точки зрения, это ошибка. Нельзя выносить такие вещи вот так вот. Нельзя показывать, даже не то, что выносить, потому что из контекста разговора, очевидно, такой вопрос вытекал. То есть, грубо говоря, мы сейчас с тобой, если, например, начнем обсуждать какие-то экономические темы будущего России, мы вдруг можем прийти вот с цифрами в руках, что... Скажите, давайте откажемся от рубля и примем евро. Нет, нет, вот мы, например, нет, 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 я как бы, вот мы можем сказать, ребята, через 10 лет у нас станет выбор. Вот денег там 100 единиц, и на них можно или поддерживать жизнь там определенного количества стариков, или они могут умереть, как бы, да, или младенцев. Ну вот на всех не хватит, как бы, или одни, или другие. И мы там с цифрами в руках можем это видеть. Поставить голосование, например. И поставить, как бы, вот голосование, вынести. Хотя вот внутри разговора у нас вполне такой, вот у нас с цифрами так получилось. И вдруг мы выносим, а вы считаете ли вы, что нужно там, пусть старики умирают, пусть старики умирают, как бы, чтобы спасти младенцев. Но это абсурд, как бы, да, нельзя такие вот без контекста выносить вопросы. Ну, с другой стороны, там, судя по количеству ответов, конечно, отвечали те, кто в контексте был, кто слушал передачу. Во-первых, мы не знаем, сколько вообще этих ответов было. Я подозреваю штук сто. Ну, то, что больше половины, скорее всего, это слушатели передачи. Да, конечно. Это не посторонние зашедшие. Вот. А дальше начинается история, как бы, с реакцией, которой мне вот, мне, как это сказать, мне ничья позиция не нравится. Мне кажется, у всех позиции плохие, как бы, во всей этой истории. То есть бывает win-win, а здесь лус-лус. Да, да, здесь лус-лус, это отключение. То есть, мне кажется, что там больше бизнес-интересов, конечно. Ну, вот как раз вот эта история переговоров с Акадой. Переговоров с Акадой. Зачем не бизнес? Это бизнес, я думаю, что интересы, как бы, там, наверняка, ну, в чем, ну, как бы, есть судебные составляющие, есть юридические составляющие процесса, мы не знаем, что там записано у них в договоре. Может быть, Акада уже, там, три года только сидит и мечтает, как бы, разорвать, там, дочь, контракт с дождем. Может быть, наоборот. Ну, судя, во всяком случае, то, что руководство дождя говорит, что в пакете Акада дождь далеко не последний телеканал по смотрению. Я подозреваю, что, наверное, да, потому что это кабельное телевидение Москвы, и здесь, в принципе, ну, не знаю, в десятку, наверное, он... Ну, наверное, как бы, да, но задача, в словом говоря, Акада понизить аргументы, как бы, выбить аргументы из рук переговорной, противоположной переговорной стороны. Объясни мне, насколько вообще легитимно, с одной стороны, а, с другой стороны, законно и морально использовать тему патриотизма, в данном случае, как раз Юрием Припачкиным. Это для, извините, давления на переговорщика, да, ну, противную сторону переговоров. Конечно, это плохо, конечно, это нелегитимно. Тема для антимонопольного комитета, на мой вкус. Ну, нет, это вот, это все в области морали, мне кажется, лежит. Тут никакого юридического, я не вижу там противоречия, на самом деле. Тут вопрос моральный. Я Юру знаю, в общем, очень давно, мы с ним, даже был момент какой-то, очень давно, 20 лет назад мы с ним дружили, как бы, работая на Московской товарной бирже. Мне кажется, что тут вот, тут, вот тут все плохо. Я даже не знаю, с какой стороны тут. То, как себя дождь вдруг, ну, да, признав свою ошибку, начал как-то изображать прям такую жертву, что вот прям, ну, вот весь там центр Москвы сидит и думает, как бы там уничтожить дождь, как бы, и вот ребята с последней рубахой там прям себя там сдирают ради там последнего оплота демократии, но за тысячу рублей. Да, кстати, вот они привели, достаточно, кстати, любопытно. Я посмотрел кусками марафон, который они сделали в воскресенье, вопрос, я не получил ответа, почему этот марафон был платный. Я не понимаю. Ну, я не получил, поэтому, как бы, вот обсуждать тут, тут какие-то, как два обиженных подростка такие, как бы. Давай, может быть, вот у нас слушатель хочет с нами обсудить. А информации почти нет, как бы, да? Давай послушаем слушателя, вдруг он что-нибудь скажет. Юрий у нас на линии. Алло, Юрий. Да, добрый вечер. Добрый вечер. У меня, Дмитрий, вопрос. Я хотел с ним поговорить, знаю его заочно очень много-много лет. Значит, я с 96-го года до закрытия покупал каждый номер такого замечательного знала о жизни и практически не о компьютерах, как компьютера. Заметьте, не выписывал, а покупал иногда, обегая три-четыре киоска. Для меня был большой шок, когда в критике закрылся. У меня хотелось просто Дмитрия вот услышать, как бы, правильно все-таки он сделал, не жалеет ли, что потерял такую аудиторию для такого журнала. Хорошо, Юрий, большое спасибо. Мы поняли вопрос. Обязательно в рамках программы ответим. Позвольте нам немножко закончить историческо-познавательную тему. Спасибо большое. Дим, запомни, это надо ответить важный вопрос. А завершая, давай так, или продолжая эту тему, у меня здесь несколько моментов. Не знаю, почувствовал ли ты, вот для меня какой-то такой, знаешь, история повторяется фарсом. Вот здесь некий такой фарс-пуссирает. То есть, ну вот эти вот девочки там сделали не самый красивый поступок, не самый правильный. И если бы их просто пожурили и отпустили, скорее всего, мы сегодня уже там, ну не было бы там ни Мадонны, ни Маккартни, ни всего остального, да. В итоге сейчас это чуть ли не главные героини русского акционизма после Черного квадрата Малевича. Они еще и музыканты. И музыканты теперь, да, абсолютно, понимаешь. То есть, вот гордость России, по большому счету, за границей. И здесь такой же вот, это уже повтор таким фарсом. Как раз то, о чем ты говоришь, вдруг дождь становится просто главным защитником демократии в России за счет какого-то такого вот глупого обращения внимания на профессиональную Ну, по факту-то, причем, оказалось, что все не так страшно, не так уж там прям и отключили. Ну, как, большая часть московских, насколько я понимаю, отключила. Насколько я понимаю, нет. Ну, НТВ Плюс отключил, Билайн отключил. Ну, все включили потом. Да, ну, вот у меня на Билайне нету. Нет, все тут же включили. Насколько я понимаю, по факту там отключили, там, процентов, там, 7. Ну, то есть, у меня вот как раз, у меня на Билайне нету, про Акадо не слышал, хотя вчера говорили, что она Акадо тоже не работает. Это первый момент. НТВ Плюс включила сразу же, практически, через час. Второй момент, который вот наиболее здесь мне интересен, это действительно такой исторический аспект нового культа Победы, как я его называю, культ без живых. Дело в том, что пока были живы ветераны, то вот ну, конечно, в Советском Союзе можно было врать. Сколько угодно. Но вот в нормальном и в этом отношении Россия сегодняшняя куда более нормальная, то есть несравнимо более нормальная и правильное государство, чем то, что мы были в Советском Союзе. Но вот при живых ветеранах вот сегодня про Афган врать не получится так. Но потому что куча народа как бы в расцвете сил придут и скажут ребят, не надо нам мозги пудрить. Вот там было так, а не так. А здесь получается, что большая часть ветеранов уже нет живых и теперь вдруг какой-то, ну, не победа, а что-то такое позолоченное, засахаренное. Я тут слушал интервью с министром культуры Мединским, который говорит, что Жданов просто трудовой подвиг на посту в Питере делал. А то, что Гранин опубликовал эти фотографии, там эти ромбабы и так далее, ну, я не видел, говорит он, документов никаких по этому поводу. То есть, ну, мне, и я боюсь, что сегодня для того, чтобы об этом говорить, как раз нужен, нужна такая провокация. Потому что опять же, вот давайте сравним, сколько людей говорило о 70-летии блокады Ленинграда до этого вопроса злополучного и сколько после. Вот средний. Я после этого вопроса, там, и в рамках подготовки к программе, и в принципе, читая там прессу, слушая радио, и сам перерыл такое количество документов. При этом люди приходят в качестве аргументов совершенно противоречащие друг другу документы, вообще противоречащие. Зато мы говорим об этом. Мы же до этого вообще не говорили. До этого была немножко другая история. Если человек хотел знать реальную, как бы там, обратную сторону, изнанку войны, он, у него было с кем поговорить. Вот я там с дедушкой своим разговаривал, у меня прошел, дошел до Берлина, не сразу. Сначала он получил ранение в финской войне, потом лечился долгое время, а потом дошел до Берлина. Он не очень мог рассказывать, но то, что он рассказывал, это жутко, конечно, на фоне того, что мы слышали из официальной, ну, как бы там, официальной советской истории, как бы, да, это было там вообще все противоположно. Сегодня чуть сложнее, потому что я могу, как бы, пересказывать то, что мне рассказывал дедушка, это, но это, как бы, в общем, вызывает чуть меньше доверия, как бы, наверное, да. А в документах это все жуткий вечер, там, начиная там с алкоголизма, который, в общем, да, возникал у людей, потому что каждый день почти там... Аккуратно смогут привлечься, знаешь. Да, и заканчивая там таким количеством глупых смертей, ну, я не знаю, вот, например, он там потерял там кучу лучших друзей в Берлине после победы, потому что они все на радостях выпили, взяли, там, у кого-то отобрали легковую машину и поехали кататься. И разбились. И разбились, как бы. Ну, например, да, вот он остался. Вот об этом же тоже надо говорить. Это же, ну, там, жуткая, да, история. Она не героическая. Она, ну, сколько людей там, никто не говорит, сколько людей погибло. Это жизнь. У нас Александр есть на линии, надеюсь, все же он будет спрашивать по теме нашего обсуждения, или же будет еще один вопрос, который мы ответим позже. Алло, Александр. Добрый вечер. Добрый вечер. Я постараюсь не только что-нибудь спросить, но и как бы свой комментарий дать. Может быть, он, конечно, не самый такой замечательный будет, потому что... Ну, наверное, честно. Может быть, к сожалению... Надо, чтобы честный. Может быть, к сожалению, я начал интересоваться историей России, там, или СССР, там, и вообще мировой историей уже после окончания школы, даже после окончания института. Потому что в школе она мне казалась просто бредовая и неинтересная. А вот с появлением интернета начало бывать достаточно много интересных документов, которых я, в принципе, в школе даже и не знал. И вот, допустим, вот... Ну, не то, чтобы я хочу защитить дождь, но с моей стороны кажется, что иногда все-таки стоит пересматривать хотя бы или анализировать, что происходило... Не только пересматривать, в принципе, обсуждать. Вот, не знаю, Александр, скажите вот о своем опыте, интересно. В каком формате это должно быть? Вот до того, вот вопрос, до того, как случился этот инцидент на дожде. Вот вы много читали про блокаду? Ну, я помню в основном только детские воспоминания. А после этого, небось, залезли в Википедию? Таня Савичева и там еще что-нибудь. А после этого, небось, залезли в Википедию и начали рыться там, нет? Нет, нет. Я залез прямо сразу. Я немножко опосредованно к этой беседе, как бы, может быть, отношусь, потому что я, скажем так, еще не дошел до своих исследований, до истории блокады Ленинграда, кроме того, что вот я видел, допустим, сколько, читал, сколько производили заводы там в момент блокады. И мне стал вопрос, как бы, город находится в блокаде, но при этом он производит танки, там, у него там электроэнергии столько. Вопрос, как бы. Очень интересный вопрос. Кстати, посмотрите, на Википедии, опять же, есть карта блокады, она действительно порождает массу вопросов. Спасибо большое, Александр. Дим, ну вот, действительно, понимаешь, это вообще проблема. Даже вот, опять, обращаясь, давай немножко уже отойдем от дождя, обращаясь к издательству, вообще к прессе и так далее, иногда ведь действительно, чтобы людей завлечь, увлечь какой-то новой темой, приходится быть провокативным просто до безобразия на грани морали. К сожалению, да. И чем дальше, тем больше. Иначе просто люди не читают, потому что у меня, если раньше, там, в советское время, у меня было три журнала, две газеты и радиостанция «Юность», и, в принципе, все, да, то есть мы включали вечером телевизор. Ну и книги. Да. Если удастся достать. Да, если удастся достать и сдать макулатуру. Вот. То сейчас есть выбор, совершенно бесконечный. И я, я думаю, ты прекрасно помнишь, как интернет-СМИ начинали с того, что публиковали эти баннеры рекламные, там «Умер великий певец». Если нету фамилии певца, значит, никто этого певца не знает. Подробности. Все подробности, все особенности, кровавые истории и так далее. И чем дальше, тем больше приходилось кроваво, так сказать, подмечать и кроваво анонсировать для того, чтобы люди вообще, в принципе, прочли что-то. Ну, к сожалению, это вообще вот вопрос, как бы, опять же, я не знаю, что с этим делать. Это вот вопрос должен быть какой-то договоренности форматом. Люди, люди не реагируют на информационные поводы позитивные. Люди, уже там сформировалась культура реакции на негативные поводы. То есть, людей тяжело удивить. Я вот как бы иногда, условно говоря, там, врываясь в интернет, как бы, да, или в фейсбук, там, у меня куча радости поделиться каком-то научным открытием. Смотрите, что сделали. Смотрите, вот там, не знаю, там, искусственный глаз внедрили, он сможет, он может видеть, там, да, и так далее. Все так пожимают плечами. Ну, да. То есть, у меня ощущение, если я сейчас выйду в коридор там радиостанции, скажу, знаете, вот меня сейчас только что телепортировался там из Нью-Йорка в Москву. Мне кажется, половина пожмет плечами. Ну, что же за страна у нас такая? Пуп Лизов. Главное, еще брюки не успел расстегнуть, а уже давка языков за доступ. Ну, как оказалось, это не... Это твое мнение было? Да, это пошел, как бы, это было... Ну, ты считаешь, не совсем все же это центр Москвы. Я считаю. Ну, это, на самом деле, это не относится, может быть, не столь явно относится к данной ситуации, но ко всем остальным ситуациям относится по полной программе. Хорошо, следующая тема, опять же, то есть, грубо говоря, центру Москвы приходится охлаждать. Так растопили, что надо уже охлаждать. Следующая тема, опять же, видимо, до перерыва мы ее только проанонсируем, немножечко поговорим после. Твит Дмитрия. Таки тату, таки выкрутила руки мировой за кулисе нашим скреподержателям. Милонов с Мизулиной рыдая бьются об стенку, гады. Речь, конечно, пойдет об Олимпиаде. Тату, кстати, не будет петь на Олимпиаде, как я тут прочел, а всего лишь под песню «Нас не догонят» будет выходить российская делегация. Но это еще полбеды. Самое интересное, это, конечно, гимн Зимней Олимпиады 2014, который я тут нарыл в интернете. Как выяснилось, этот гимн, он был и при выборе Олимпиады, то есть там 7 лет назад, но почему-то его не изменили. И поэтому, например, он звучит, там каждый куплет в разных стилях. Первый звучит там красным, белым, синим, светят небеса, с нами вся Россия, с нами вместе Россия, голосуем за. И всей планете сказать об этом может с нами любой, игры, которые мы заслужили вместе с тобой. Опять голосуем за, тра-та-та. А вот гениальный совершенно куплет, там Тимати и Банда поют. Готовы к бою за серебро и золото, душой и телом молоды, не боясь жары и холода, идут гордо русские спортсмены. Давай победу, ревут трибуны сочинской арены. Нам надо, чтобы мы о главном не забыли. В единстве наша сила услышь меня, Россия, довольно споров не прикрыться форс-мажором, если каждый город от фауны до флоры, отбросив все дела и на погоду не глядя, хором миллионов скажет до Олимпиады. Мы это обсудим сразу после перерыва. У меня Дмитрий Меделюк в эфире и эта программа «Статус». Финам-ФМ Только главные новости, только проверенные факты, только лучшие эксперты. Финам-ФМ У Капитала есть свой голос. Программа «Статус» на Финам-ФМ Последний финальный кусок «Статуса». Очень много тем будет у нас в этом финальном куске, потому что надо поговорить об многом. У меня в гостях Дмитрий Меделюк, глава издательского дома компьютера. Начали говорить мы про Олимпиаду. Хором мы скажем «Да, Олимпиады». Да-да-да. Но я вспомнил этот, когда увидел текст, вспомнил видеоряд припева. Сам, конечно, текст я не обращал внимания. Но, во-первых, видно, что гимн, он для внутреннего пользования. Там обращение к России, там про Россию. Там про вид спорта голосуем за. Нет, и там вперед Россия, как бы и прочее. То есть это не гимн как бы Олимпиады вот как таковой. Нет, это официальный гимн Олимпиады. Там есть, альбом вышел с песнями Олимпиады. Там есть, например, бурановские бабушки, которые там поют песню в стиле «Приезжайте на Кавказ, мы покажем что-то вас». Ну, вот все, конечно, познается в сравнении. То есть мне печально то, что как бы не захотели сделать мировой гимн Олимпиады. То есть если сравнивать с последними какими-то запомнившимися гимнами, как бы, да, там, конечно, первое, что в голову приходит, это гимн чемпионата мира по футболу, который спел Шакира. Да. Совершая фантастическая вещь, с совершенно фантастическим видеорядом. И он про Африку. Да, там. Да, да. Но это песня, но это песня, которая до сих пор, ну... Ну, она постфактум стала гимном, наверное, Московской Олимпиады. А второй, который вспоминается, конечно, это гимн Лондонской Олимпиады, который написали Мьюз, который был выбран песней Мьюз, Survive. Это совершенно фантастическое. Это не для... Это не приземление, как бы, не снисхождение вниз, а это поднятие вверх, как бы, да, людей, потому что там совершенно классная песня, она такая, симфонического... элементами симфонического звучания, она сложная, она с хорошим текстом и так далее. Здесь какая-то вот, ну, не знаю, мне не нравится примитивизация вот такого вот этого текста, я бы за такие тексты, мне кажется, вообще там не позволял людям писать такие тексты. Расстреливал. Ну, это вот такая любовь-морковь, мартини-бикини, как бы вот... Не, ну, слушай, прикрывайся форс-мажором, флорой и фауну, скажем, да, Олимпиаде. Я не знаю, я был поражен. Я просто когда услышал, я как-то я ловлю такие слова, и я понял, что я должен прочесть этот феноменальный текст. Ну, с другой стороны, если это под внутреннее употребление, то, наверное, это как бы вот так, да. Потому что ничего хорошего о музыкальных вкусах родной страны сказать мы не можем, скорее всего, исходя из того, что их слишком долго формируют нашим телевидением, нашими военными радиостанциями. Там главный, который мужской голос. хорошо, что, скажем спасибо, хорошо, что не шансон. Да, рэп, чик-чак. То есть могло бы быть, если бы опустились еще на ступеньку ближе к зрителю, к народу, мог бы быть шансон. Но это уж совсем... Ну, я, как бы, пользуясь случаем, хотел бы все же пожелать российским спортсменам побед. Вот, не понимая тех, кто призывает бойкотировать Олимпиаду, там еще какой-то бред там. Ну, раз уж мы ее получили, потратили столько денег, то, ну, давайте хотя бы получим удовольствие вот ближайшие две недели, да, с 7-го числа по 25-й, если я не ошибаюсь. И пусть будет больше поводов для радости, чтобы мы все болели и на работе обсуждали победы, а не только сколько вообще потратили. И еще, ну, все же должен какую-то гадость сказать, я, конечно, для полной картины, чтобы вот ни один там навес и ни один зал не разрушился, там, не сломался, и газ был, и свет был, и чтобы там прохладно было, ну, в смысле, не было тропиков. У меня, у меня вообще к Олимпиаде такое всегда, конечно, всегда было такое сакральное отношение, как для меня это, вот я помню, что, как бы, будучи 15-летним подростком, я приехал сознательно, вопреки всем легендам, что Москву закрыли, Москва пустая, никого не пускает, в 80-м году, я приехал из Архангельской области на Олимпиаду, три дня узнавал, где достать билеты, выяснил, купил себе кучу билетов и посмотрел фактически всю Олимпиаду, какую хотел. А в Сочи поедешь? Нет. Ну, в Сочи не могу. В Москве на Олимпиаде было очень хорошо, конечно, как бы, это вот я до сих пор вспоминаю, с удовольствием. А я был в пионерском лагере под Москвой, нам показывали жвачки, вот то ли спермин, то ли добылминт, вот с черной стрелой, знаешь, говорили, видите, это империалисты, а они с черной стрелой вас отравливают. Серьезно, это без шуток, мы их хоронили. Ну да, но нет, я сейчас, ну, я не знаю, что сказать. Ну, смотреть будет. Мне жалко, конечно, буду. А какой любимый вид спорта? Да я даже не знаю, какой, нет, любимый, конечно, хоккей, как бы, вне всякого сомнения. Есть там, зимние олимпиады, это не так много смотрибельных видов спорта, если ты там, например, не смотришь фигурное катание, то... Не, я очень люблю слалом, вот это полетел. Ну, вот, конечно, есть теле, теле, как бы, смотрибельный, конечно, биатлон стал в последние, там, лет 10, как бы, очень смотрибельным. На самом деле, не так много очень. Ну, прочими вещами, давай к нашим технологическим вещам, но опять же такой с политической подоплекой. У вас была статья в компьютере, очень интересно, давай обсудим. Значит, опять же, цитирую твой пост в Фейсбуке, что Твиттер был задействован украинской оппозицией с первых дней противостояния минувшей осенью. Хэштег Евромайдан выполнял ту же функцию, что и турецкий Деринзегепарки. Может быть, неправильно прочел. Обмен информацией, координацией, действий. Значит, параллельно действовал аккаунт Евромайдан, который носил, скорее, рекламный пропагандистский характер и больше ориентировался не на прямых участников событий, а на сторонних наблюдателей, судя по Твиттеру, в основном тех, кто проживает в России. Как же отреагировала власть на технологический вызов времени? Весьма, надо сказать, изобретательно. На прошлой неделе, самый разгар противостояния, участники Евромайдана, которые находились на площади незалежности, независимости, получили на свои мобильные телефоны замечательную смс-ку. Уважаемый абонент, вас заметили как участникам массовых беспорядков. Скромно и со вкусом. У вас в статье, кстати, там еще интересное... Да, что и в обратную сторону. Да, в обратную сторону о том, что белорусские оппозиционеры прислали всем депутатам Рады из партии регионов тоже смс-ку, что там гори в аду, какой-то такой ужас. Мы тебя, мы за тобой следим. Да, да, да. Большой брат за тобой следит. Скажи, насколько вообще сегодня во всех вот этих массовых выступлениях используются такие технологические наработки? Ну, есть, есть, конечно, вот такие прямые, которые уже давно и в североафриканских вот этих всех историях как бы используются и в Турции, и давно, когда, собственно, там самый знаменитый еще Occupy Wall Street, как бы, да, хэштег, который все это начал работать. Ну, это, это там, это используется, как бы, тут нечего говорить. То есть, мне кажется, что ни оппозиция, ни украинские власти до конца пока еще не пользуются, ну, как бы, не знаю, почему не пользуются. То есть, власти пользуются, но довольно тупо, хотя никто не знает, власти ли это или не власти это сделали, вот эту вот рассылку по всем. То есть, надо уточнить им, что эта рассылка, что мы следим за вами, она пришла только тем, кто находился физически на Майдане. То есть, по сотам, вы идентифицированы как участник массовых беспорядков, говорят, Ваш УИН, да, как бы, пошел на суд. несомненно, то есть, меня, конечно, беспокоит, и на Украине, как бы, очень же хорошо развита индустрия высоких технологий. У них объем экспорта поменьше, чем у нас с программного обеспечения. Аутсорсинг же там очень мощный. Но в процентах от экспорта, он там громадную долю, там, что-то, не больше процентов от экспорта. Не знал. Если, ну, какой-то большой, там, в России 5 миллиардов экспортирует софта, но это официальные цифры, на самом деле, думаю, больше. И это всего 1% от нашего экспорта. А Украина 2 миллиарда. То есть, очень много. И я думаю, что там теневой процент гораздо выше, чем у нас. то есть, мне, и, условно говоря, в этой войнушке, скорее всего, конечно, оппозиция победит. Если там начнется технологическая борьба, ну просто... Да, ну там, слушай, там все главы Майкрософта, Яндекс, соберут отпуск, идут на баррикады. Ну просто... Выглядит очень религиозно. Просто те люди, которые на Украине, в общем, у власти, они далекие, там, крайне от этого. Айтишные, технологические компании нет смысла там захватывать, отжимать, отбирать, потому что ты не сможешь ими управлять просто-напросто. Поэтому их и не... Они как в заповеднике, в таком смысле, по отношению к другому украинскому бизнесу. Если ты не под олигархом, то ты можешь попасть там под Донецкий. Под другого олигарха. Но на самом деле, вот украинская экономика очень рискует со всей этой историей с высокими технологиями. То есть там хорошо развиваются новые высокие технологии. Сейчас что будет с ними? Потому что, в общем, ну, наверное, это же люди, которые собрал чемоданчик, там, положил туда всю рабочую твою инструмент в виде ноутбука и уехал куда хочешь. Работаешь как там, где хочешь. И вопрос, платишь ты или не платишь с этого налоги, это вопрос скорее твоего морального выбора, а не необходимости. В высоких технологиях уйти от налогов очень легко. Естественно, то есть зарегистрировать компанию в одной стране. Поэтому, как бы, украинские власти, конечно, очень рискуют потерять. И, насколько я знаю, там, от друзей по IT-рынку, как бы, поток резюме украинских разработчиков и прочих, как бы, программистов, он критично возрос, желающих переехать. Я бы, на самом деле, может быть, вот как под Казань устроит Иннополис, город, айтишный город с айтишным университетом, я бы, может быть, сейчас, как бы, со стороны каких-то властей, там, Белгорода или Воронежа, я бы. А ты, кстати, об этом написал, я могу даже процитировать. Да, вот говорите, давайте сделаем русскую силиконную долину, почему в Подмосковье, да? Я бы не мелочился и предложил организовать в Костроме, например, второй Лексимбург или на худой конец Цюрих. Домов бы похожих понастроил, офисов для банков, брусчатка там и так, в общем-то, осталась, трамваи современные пустил, улицу часовую открыл, река и так есть. Что я упустил, чтобы банкиры, их крутые клиенты, сломяк голову, бросились к Кострому. Если бы я был царем, то вместо кредита Украины я бы за треть этой суммы купил серверное подразделение IBM и Моторолу. Я, кстати, с тобой абсолютно согласен. Я еще забыл, что в Костроме еще ювелирка как бы огромная там ведущая в России. То, что 15 миллиардов лучше было бы потратить таким образом, Да, но это была шутка по поводу затеи на острове Русский очередную долину устроить. Это как будто люди верят в культ карго, что как бы там достаточно... Кто-то любит вот эти игровые зоны для казино где-нибудь куда не долететь. Они считают, что можно поставить флажок и как бы обозвать это все отсколковым. Да, им кажется, что россияне полетят куда угодно в Россию, когда у тебя, да, не знаю, где есть казино, наверное, есть в Турции, да, там, Финляндии, не знаю, есть, нету, ну, наверное, есть. Так вот, а, Белоруссия, кажется, есть. Не знаю. Так вот, в Белоруссию прилететь ближе, кто же будет лететь там на Азов? Давай еще одну тему, которую вы тоже упомянули в журнале или на сайте, правильно сказать, да? На сайте. Компьютеры. И ты также сказал об этом в Фейсбуке. Все готовы к революции? Вообразим на минутку, что это случилось. И устройствами Apple отныне можно расплачиваться и в сети, и офлайн. Первым делом сползет корона с головы PayPal. У нее в лучшем случае полтораста миллионов аккаунтов. Сравните с полумиллиардом Apple. Далее Google снова придется догонять, меняя техническую часть своего валлета. И, вероятно, подстраивая маркетинг под мелкого, но более успешного в денежном выражении соперника. Наконец, интересы Apple неизбежно пересекутся с Visa и с MasterCard и с другими карточными системами, ведь номера пластиковых карт, по крайней мере, для обладателя устройств Apple заменят универсальный Apple ID. И большой, я так понимаю, материал про то, как это все будет. Я давно, кстати говорю, мое мнение, что главная ошибка сотовых операторов в свое время, что они не сделали банки. Сейчас уже поздно. То есть, если бы там, условно говоря, МТС... Ну, не факт, что поздно. Уже поздно. Ну, потому что уже есть много платежных систем. То есть, если бы МТС, когда было много SMS-платежей, сделал банк, сделал банк и 30%, представляешь, как бы, ну, брали бы не 30%, они брали 30%, допустим, брали бы 5%. Это, собственно говоря, их и остановило. Потому что, ну, маржинальность это все, то есть, доходы и так далее, как-то маленькую такую маленькую маржу брать. И поэтому они не пошли. Сегодня поздно. Тогда бы они могли бы, во всяком случае, в России, я уверен, обогнать Сбербанк. Вот сегодня ты считаешь, что действительно у Apple и у Google есть возможность уделать, скажем так, визу и мастер-кар. Я считаю, что их сдерживают не технологические какие-то, а какие-то другие. Возможно, политические, возможно, какие-то там другие причины, но не экономические. То есть, они ничего не держат. Во-первых, у Google это уже есть, мягко говоря, уже это можно делать. У Apple... Но есть же NFC вот этот, да? NFC, да. Когда ты можешь пронести телефон просто рядом с платежным терминалом, ну, как мы в метро расплачиваемся, так, в общем, и телефоном будешь расплачиваться. И такими же, в общем, по такому же принципу, по большому счету. А что тормозит? По большому счету, у Apple можно, там, ты сейчас внутри Apple-овской экосистемы тоже можешь так расплачиваться. Ну, только не проносом, а идентификатором, там, когда покупаешь, когда ты покупаешь что-то в Apple-овском магазине в Америке, тебя даже не просят карточку, тебя просят твой аккаунт в Apple ID, как бы, да, там, и все, и ввести пароль просто на смартфоне продавца. И это и есть подтверждение фактически твоего платежа. И чек у тебя сохраняется в твоем же смартфоне, по большому счету, да. То есть, грубо говоря, ничего. Ну, они строят экосистему, они для этого. И Google, и немножко по-разному, как бы, да, они строят экосистему, и для розничной, у Apple же есть, там, вот это, iBeacon, как бы, да, который, навигатор в розничных магазинах, который советует, рекомендует. То есть, по-хорошему, говорю, все есть. Судя по всему, вот сейчас по утечкам, как бы, они начали строить. И это не мое мнение, это мнение многих, таки, уважаемых аналитиков, что, по-хорошему говоря, там, Apple Bank и Google Bank будут, в общем, править баллы в скором времени на рынке. Я думаю, что, конечно, к ним присоединится кто-то из китайских. Это будет Apple Bank и Google Bank, или это будет, вот, вместо MasterCard, то есть, как система такая, и визы? Ну, как бы, никто не мешает тебе иметь счета и в Apple Bank, и в Google Bank. То есть, это будет банк или платежная система на уровне визы? Не знаю. Я думаю, что и то, и другое может быть, там, соседствовать там. А и так, и сяк, и со всех сторон. Ужасно просто. Почему нет? Будущее ужасно. Я думаю, несомненно, кто-то из китайских, как бы, это для внутренней системы. Вот есть QQ, там, главный мессенджер всех времен народов, только никто за пределами Китая им не пользуется. но пределы Китая таковы, что там, любая система может все это чувствовать прекрасно. Вот почему-то в Америке все проводятся чемпионаты мира, да, там, по каким-то видам спорта. На самом деле, надо в Китае, потому что они по количеству населения могут спокойно себе это позволить, и это будет вполне себе легитимный мероприятие. А давай пока у нас остается буквально совсем ничего. Времени у нас там три минуты до конца эфира. Ты тут занялся какими-то стартап-вечеринками. Ты об этом пишешь в Фейсбуке, все очень легитимно, это не реклама, насколько я, не знаю, там зарабатываешь ты или нет. Может быть, буквально вот пару слов. Да, там история простая. Я как бы немножко, я так со стороны немножко за стартап-движением смотрю, мне там, мне жалко энтузиастов, на плечах которых это лежит, но это отдельная тема большая. Как бы, это государственная тема. А то, что я вижу, что люди приходят на какие-то деловые мероприятия, они все друг друга не знают, они все стесняются, они иногда могут там чуть-чуть выпить, им видно, что у них не хватает общения. А с другой стороны, я помню, как развивался компьютерный рынок в начале 90-х. Все люди, которых мы сегодня поименно знаем, мы встречались каждую неделю, мы выпивали, мы там что-то такое, развлекались как-то. Переразвлекались. И огромное количество дел решалось на таких вечеринках. Во-первых, ты лучше узнаешь человека, ты там комфортнее поговорить, ты приехал, и ты поговорил сразу с 10 людьми. Ну да, вот Silicon Valley, там Франциско, я много раз на подобного рода мероприятиях был, то есть тебе надо подключить API. Одно дело, ты из России пишь по почте, пожалуйста, включите, а там пиво выпил, сказал, давайте. То есть я посмотрел, что нет такого формата, люди все зажатые, они друг друга не знают. А может, просто здесь не может быть такой Silicon Valley? Да нет, мы вот провели первую вечеринку, там отлично, люди там к двум часам ночи расходились, как-то там к концу. Другое дело, что они не сразу пошли во фит, но на второй, третий... А ты был диджеем? Нет, у меня сын был диджеем. Сын был диджеем. Но тем не менее, как бы мне это нравится, я вообще просто люблю вечеринки. Мне кажется, вечеринок не хватает вот таких без, не тематических, а вот просто вечеринок, чтобы прийти, собраться, потому что, ну, Москва, город такой, редко видишься. Все это работает, прямо перерабатывает. Тебе кажется, что ты вот все в пределах как бы клика там одного, а на самом деле, если посмотреть, там этого видел два года назад вживую, в последний раз. На Рифе, мы встречаемся на Рифе. Ну, в общем, если, господа, кто-то из вас хочет на такую стартап-вечеринку, я так понимаю, что у Дмитрия Медовика прямо на Фейсбуке можно прийти, или там на компьютере явно есть какие-нибудь наводки. Ой, пока время осталось, буквально минуты. Что закрыли-то, да? Да, нет, вопрос был, жалко-не жалко. То есть, с одной стороны, жалко, конечно, но было что-то хорошее. С другой стороны, когда вот закрывал, у меня было ощущение, что я самый такой бесчувственный человек, потому что такие слезы, стоны шли. Ну, я отношусь к этому философски. Вот был период, он был отличный период. Он веселый, счастливый, как бы довольный, довольны читатели, довольны сотрудники, доволен я. Ну, он закончился. Вот его искусственно продлевать дальше было нельзя. Хотелось, чтобы запомнили нас счастливыми, веселыми, как бы легче было. Ну, в интернете это приносит деньги? В интернете, как бы, конечно. Что ж, в гостях у меня был Дмитрий Медрилюк, глава издательского дома компьютера под занавес эфира. Может быть, еще останется пару секунд тебе на реакцию, и я прочту один из твоих постов, который хотел обсудить. Ну, видишь, времени-то осталось мало. Все время твердишь себе, ну, все, вот она граница абсурда. Дальше уже никак. Абсурднее трэша уже не придумаешь в реальной жизни. Но нет. Все время ошибаешься, и граница опять отодвигается. Но если еще год назад граница двигалась ежемесячно, то сейчас ежедневно. Можно провести это увиденное нельзя объявить сумасшедшим экстремистам и подстрекателям. Время ускоряется, осталось не так долго. Меня зовут Михаил Гуревич. Это был Статус. Услышимся через неделю. Пока.